Всем привет! Сегодня у нас выходной. Сейчас уже 4 часа дня, или даже 5. Я весь день пыталась выгрузить видео, у меня было всё безрезультатно. Но потом пришёл мне на помощь Рома. Я наконец-то пришла покушать. Я решила каждый раз пробовать всё новое. И сейчас это какой-то что-то вегетарианский суп Минэстроне с какими-то пульменями и курица. Боже, я так скучаю по курице. Я сейчас пойду в магазин, куплюсь я курицу и буду варить, чтобы у меня были протеины и чтобы я возвращала себе свой вес. Потому что я весила 55,5 до поездки, а сейчас я вешу 53. Нужно с этим что-то делать, пока я не исчезла совсем. Садится ли я, медитирует? Да, конечно, могли не могу дениться, потому что я покурдела на 2,5 килограмма. Потому что, глядя на мои видео, можно подумать, что это только то и делаю, что жру. Нашу маму и тут, и там показывают. Мои самые преданные фанаты. Это те люди, с которыми я живу. Будни моделей за день до получения карманных денег. В Китае столько разновидностей яиц. Смотрите, какое есть маленькое. Смотрите, какое есть большое. Я не знаю, от чьих это птиц яйца. Вот есть какие-то вообще синие. От синих птиц. Пьяненьких. Смотрите, соотношение. Взяла себе десяток яиц за 15 РНБ. 60 гривен за 10 яиц. Что б вас? Мне просто надо где-то брать белок, я так себе решила. Вот, неизвестно какие яйца, неизвестно что. Смотрите, оно синее и на картинке что-то стрёмное. Но я это точно не буду брать. Что это? Ещё какие-то яйца в чём-то. А, это, наверное, гусиные яйца. По крайней мере, утка нарисована. Или гуска. Нихао. Нихао. Мне тут предлагают что-то подегустировать. Камья, вейтан сайся. Али, яйца. Али, яйца. Али, яйца. Али, яйца. А, али, яйца. Так, это рыбёка. Ой, а это смешные креветки. Ой, а я вас ела, кстати. Ваших сородичей. Смотрите, какие кальмарища. В поиске чего-то украинского в магазинах пока не увенчались успехом. Но я сейчас пойду в ликеро-водочный отдел. Есть надежда, что там что-то может быть from Ukraine. From Ukala. Или я плохо ищу, или я не там ищу. Но здесь я не нашла ничего нашего. Тут есть только Абсолют водка, Смирнов, Финляндия столичная. Ну, короче, from Ukraine я ничего не нашла. Сегодня я взяла в супермаркете яйца, виноград, груши, перешни, бананы, салат. Какой-то красный сладкий фрукт, похоже на буряк. И печеньки, и за это все 110 юаней. Сейчас я буду на поиске аптеки. Мне Валентина подсказала сироп от кашля, очень хороший, который ей помог за два дня избавиться от кашля. У меня есть, в принципе, страховка, но у меня нет времени разбираться, как ей пользоваться, и искать этого врача, и потом им пытаться что-то объяснить. Поэтому мне проще сейчас найти аптеку, купить себе за 20 юаней, 80 гривен. Какой-то сиропчик попить, и надеюсь, я выздоровею. Я нашла аптеку, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. В аптеке продают грибы. Куча-куча-куча бедобавок. Но почему-то это все на фоне нашего флага. Я не знаю, это как-то связано или это просто им цвета нравится. Тут собрала ажиотаж. Все пытаются мне помочь. Hello! Они мне что-то говорят, я им тимбуду и тимбуду. И все. Все, короче, купила я сироп и капли для глаз. Мне советовали какие-то супер-пупер обалденные капли для глаз. И за все это я заплатила 56 юаней. 6 на 4 240 гривен. Мне кто-то писал в комментариях, что через 2 месяца я буду идеально умножать на 4. Да. Мне кажется, что даже через 2 месяца мне придется украинские цены делить на 4, чтобы понимать, сколько это в юанях, чтобы примерно уже ориентироваться, дорогая это или дешево. Мне 25, а я до сих пор люблю это делать. Хи-хи-хи-хи. Опять зажала. Меня лифт наказал. А во лбу звезда горит. Я там освещение так странно выгляжу. Хочу вам показать. Я сегодня опять заходила в Миннесу. Там, где все от 10 юаней. Смотрите, что она купила. Купила себе опять дюрбон для головы. Я вам его уже показывала, но он пропал после того раза. Я его так и не смогла ни разу использовать. Зубную пасту купила, потому что она использовалась уже, с которой я приехала. Какие-то конфетки. Конфетки с какими-то фруктиками, с каким-то соком. Непонятно. Типа как мармелад. Чистилки для зубов. А, ну сироп это из аптеки. Вот эти вот супер-пупер капли, которые мне рекомендовали для глаз. Попробую. Блокнотик. Один зелененький мне. А один розовенький для вас. Я его скоро разыграю. Так что ждите, смотрите. И, собственно... А, еще купила такие вот розовые штучки. Это для снятия макияжа. Для всякого каких-то примочек непонятных. Что-то, короче, будем делать. И купила себе полотенечко с зайцами. Бежевенькое. Чтобы было чем вытирать руки в ванной. А то я постоянно бегаю в комнату. И это неудобно. А, я еще купила респиратор. На всякий случай розовый. Мало ли мне он пригодится. Посмотрим. Вот, мое. Барахло новое. Ха-ха-ха. И за это все я отдала 95 юаней. Что стоит 400 гривен почти. Чуть меньше. Ну, реально, тут все мне надо. Все надо. Ну, что, приступим к лечению. Очень вкусненько. Мне нравится. Ням-ням. Ням-ням. Вкусненько. Даже если не поможет, я его буду просто так пить. Пользуясь случаем отсутствия мужа, я стараюсь делать маски тогда, когда у меня получается свободное время. Поэтому я сейчас вам покажу еще раз, как я это все замешиваю, а то вы меня спрашивали. Я, правда, уже частично замешала. Сюда налила касторовое масло с перцем для корней. Сюда налила просто касторовое. Добавила немножко миндального масла. Я просто все делаю на глаз, так, чтобы хватило на мои волосы. Вы один раз делаете и поймете, сколько вам надо. Вот. И добавляю ампулки. Вот ампулки. Эти уже использованные. Вот сейчас будут другие добавлять. Витамин А, он просто делает буль-буль. Буль-буль. Витамин Е. Тут буль-буль не получится, потому что тут такая штука. Поэтому я так вот капаю-капаю, просто пока не надоест. Я вам тот раз еще не рассказала об одном предпоследовании, которое у меня есть в этом устройстве. Это Дарсон Валь. Я могу сниматься в «Звездных войнах», потому что у меня тоже есть красный меч. Это Дарсон Валь. Это такая штука, которая выпашет током. Вот оно вставлено в розетку, и оно выпашет током. Тем самым оно улучшает кровообращение. И сейчас все мужчины и все парни сидят такие «Чё это? Чё?» И Рома такой «Что она это делает? А я об этом не знала, надо валить, надо валить». Всё нормально, ребята. У меня просто лучше прилип крови к моей голове. Закрывает вас крыщ. Купить его можно в аптеках, можно загуглить. Он стоит недорого, я его покупала лет 5 назад, гривен за 300. Сейчас он, наверное, гривен 800-1000 стоит. Но его можно использовать и как для волос, и как для кожи лица. Делать маску из глины сверху. Дарсон Валь, это можно почитать в интернете. Там куча применений, вплоть до улучшения, восстановления костей после переломов и ожогов каких-то. Не ожогов, не факт. Надо, короче, почитать. Но для волос и для кожи это точно хорошо подходит. Два часа ночи. Я уже буду ложиться спать. И завтра вставать в 6 утра, потому что в 7 за нами приезжают. И мы уже едем в другой город на работу. На показ какой-то. Мы там будем два дня находиться. Я там завтра ночую. Вот, так что завтра ждите новые влоги из этого нового города. Я не помню, как он называется. Все типично. Спасибо всем большое. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я их все читаю, отвечаю. Я вас очень всех люблю. С вами была Крейси. Видео про Крейси. Аня, всем пока.